Сегодня я и мой напарник, клоун Плюх, проводим новый прекрасный день рождения Чебурашки, самого харизматичного героя нашей страны. Самый трогательный праздник – день рождения, а самый волшебный – день рождения друга, на празднике которого чувствуешь себя благожданным гостем. Ежегодная благотворительная акция «День рождения Чебурашки» дарит детям-сиротам ту частичку добра и радости, которая добавит их в судьбе больше ярких красок и тепла. Вот уже седьмой год в парке культуры имени Горького собираются воспитанники детских домов, школы-интернатов и социальных приютов. Каждый раз волонтеры и организаторы с нетерпением ждут своих гостей и встречают их радостными аплодисментами. В этом году, 28 августа, на праздник любимого персонажа собралось около 1200 человек из Москвы, Подмосковья, Тверской, Калужской, Ярославской и Тульской областей. Этот праздник поистине уникален по своему размаху и количеству участников. Он создан по инициативе москвичей и независим от организаций или частных лиц. Чебурашка путешествует по континентам. Тема этого года позволила ребятам совершить путешествия по странам павильона, в каждом из которых их ожидало увлекательное приключение. Ребенок смог обнаружить в себе самые разные творческие способности. Наш павильон называется Антарктида. У нас холодно и очень интересно. Что вы делаете сегодня? Чем вы детей радуете? Мы учим детей рисовать. Рисовать и северные пейзажи не только. Также мы учим детей играть в дартс. Мальчикам очень нравится игра. Кроме этого у нас есть игры в бубины, игры с шаманами, с предсказателем. Сегодня у нас есть различные занятия по изобразительному искусству. Здесь и пластические материалы, соленое тесто, и художественные материалы, различные краски, витражи. Также конкурсы артистические. Потом заплетают косички разного вида, как мастер-класс такой для девочек разных стран Европы. Молодежный совет Центральной универсальной научной библиотеки имени Некрасова на время праздника переехал в Африку. Гости павильона раскрашивали характерные маски, превращались в мумии, стреляли из лука и наносили себе боевой раскрас. В дар от библиотеки ребята получали красочные детские книги. Я сегодня лепила, раскрашивала, делала себе косичку, а сейчас я сделала красивое жерелье из бакарон. Главным конкурсом праздника в этом году стал фестиваль детского творчества «Че-звезда». На сцене выступили танцевальные песенные коллективы, лучшие, по мнению жюри, были награждены грамотами и Чебо-Оскарами. Своими песнями зрители порадовали давние друзья проекта – Алексей Кортнев и Евгений Осин. Праздник расширяет свои границы и становится все более популярным. Как и в прошлом году, одновременно со столицей праздновала Пермь. 4 сентября впервые подключился в Санкт-Петербург. В следующем году планируется проведение дня рождения Чебурашки в Киеве. И это не случайно. Счастливые глаза детей-сирот вдохновляют организаторов и привлекают все больше энтузиастов. «Цель сделать так, чтобы каждый из присутствующих граждан России, ну, в смысле, москвичей, да, то есть, из каждых из волонтеров мог прийти и отдать частичку своей души, своей любви этим детям. Детям-дедомовцам, детям социально-блимно-благодарственных семей, детям-инвалидам. То есть, забота о детях – это вообще благое дело, да, это такое святое дело, светлое дело. А забота о не своих, а чужих детях, а тем более о детях-дедомовцах – это, я считаю, втройне. Поэтому мы сделали этот праздник не только для детей, но и для людей, для волонтеров, которые могут прийти и отдать себя в заботе». День рождения Чебурашки – это праздник, где дети могут почувствовать любовь и заботу окружающих. А те, кто провел этот день рядом с ними, ощутить, как это здорово – подарить кому-то радость. «Я чувствую такой, знаете, прилив сил, вот, и чувствую вот это вот радостное ощущение от того, что отдаешь». «Жуля просто в квартире, работая, никогда не узнаешь, как им и каково. Контактируя с этими детьми, конечно, открывается совсем другая сторона жизни, и это мероприятие дает возможность это увидеть, узнать, что отдать хорошее». «Спасибо всем участникам, всем спонсорам, всем организаторам, всем, кто принимает в этом участие. Огромное спасибо от всех, не только лично от меня, от детей, от родителей, наверное, от всего подпасковья». Праздник этого года выдался дождливым, но общение человеческих сердец не зависит от погодных условий. «Вот сегодня такая погода сложилась, проливной дождь. Как вы думаете, это как-то помешало сегодняшнему мероприятию? Ну, этим детям все равно нужен кусочек тепла. Им все равно дождь, солнце или еще что-либо. Я думаю, что они получают это самое главное. Поэтому, конечно, нет, конечно, не помешало, конечно, все хорошо». Отданное ближнему частичкой тепла и света навсегда остается в душе ребенка, чтобы однажды среди буреневзгод подарить радость воспоминаний.